Дорогие зрители, Христос воскрес! Поздравляю вас с замечательным светлым праздником Пасхи! И именно сегодня мы выбрали очень необычную, немного даже мистическую тему о том, почему некоторые люди так сильно верят в судьбу и в то, что в линиях жизни уже кем-то предначертано. На самом деле, совсем не важно, существует ли какой-то уже готовый план вашей жизни, гораздо важнее то, что вы в это верите. Во-первых, знание о том, что со мной обязательно все будет хорошо, позволяет мне сохранять чувство уверенности, дает мне некую стабильность, опору в жизни. Во-вторых, когда я думаю о том, что в будущем со мной обязательно что-то хорошее случится, это позволяет мне продолжать действовать, прикладывать усилия и не сдаваться. Ну и в-третьих, у некоторых людей мысли о том, что вся моя жизнь предначертано, что суждено так и будет, служат хорошим оправданием бездействия, потому что, ну, если мне суждено быть успешным, то оно и так получится, и я преуспею. Ну, а если мне не суждено быть успешным, так и вообще напрягаться не стоит. И, конечно же, это очень удобно, потому что люди всегда могут сказать, что это не моя вина, это не моя ошибка, и вообще я здесь ни при чем так была суждена. Однажды страшный ураган пронесся над маленькой деревушкой, вода поднялась очень высоко, затопив улицы, и остались над водой только верхушки крыш. Одна женщина сидела на крыше церкви, двумя руками крепко ухватившись за церковный шпиль. Мимо нее проплывала лодка с людьми, которые ей сказали, «Мадам, садитесь в нашу лодку, мы вас спасем». Но женщина отказалась, она сказала, «Господь спасет меня». После этого пролетал вертолет, который сбросил веревочную лестницу, чтобы женщина могла по ней подняться вверх. Но женщина снова отказалась, она сказала, «Господь не даст мне умереть». После этого проплывала вторая лодка, и снова люди звали к себе эту женщину, но она снова отказалась с примерно такими же словами. Потом ураган поднялся еще сильнее, вода тоже поднялась, и женщина, к сожалению, захлебнулась. Она оказалась в раю и встретила там Господа. И, конечно, она очень возмутилась и сказала, «Господь, что за дела такие? Почему ты меня не спас? Ведь я так сильно в тебя верила». Но Господь улыбнулся и ответил, «Я очень старался спасти тебя, дитя мое. Я послал к тебе две лодки, вертолет. Каждый раз ты отказывалась. Ты сама позволила себе погибнуть». Итак, по сути, у нас есть два способа жить. Либо я верю в то, что я сама создаю свою жизнь, либо мне кажется, что жизнь – это что-то, что со мной случается, а я всего лишь жертва обстоятельств. Вот вам неплохое упражнение. Вам нужно довести ваше бездействие до максимального экстрима. Но для этого вам понадобится достаточно много свободного времени, может быть, целых полдня или день. Вам нужно найти какое-то комфортное местечко, может быть, любимое кресло или диван. Сесть на него и сидеть неподвижно, ничего не делая, минимум пять часов. Люди – такие существа, как и все животные. Им нравится двигаться, им нравится играть, им нравится как-то реагировать на то, что происходит в окружающем мире. Так вот, ваша задача – почувствовать, каково это, когда у вас нет этой возможности двигаться и играть. Сидите неподвижно пять часов. Вам нельзя есть, вам нельзя пить. Если звонит телефон, вам нельзя на него отвечать. Если зудит рука, вам нельзя ее почесать. Вам нужно сидеть неподвижно. Более того, закройте глаза, заткните уши, чтобы вы были полностью отрезаны от всего внешнего мира. Возможно, даже сама мысль об этом упражнении кажется вам ужасной. Ну, а возможно, вам кажется, о, прекрасный способ отвлечься от всех проблем реального мира. Ну, в таком случае вам особенно полезно будет сделать это упражнение. Вот еще парочка советов. Конечно же, берите на себя ответственность за свою жизнь и за свои выборы. Да, люди делают ошибки, и вы тоже делаете ошибки. Ну и что в этом такого? Никто не идеален нашим, как мы учимся. И если вы не хотите сами принимать свои решения, то кто-то другой будет принимать их за вас. Ну и второй совет. Выходите почаще из своей зоны комфорта. Делайте что-то непривычное, новое, то, чего вы раньше не делали. Или вы можете принять какое-то новое, неожиданное решение в привычной ситуации. Сделать что-то по-новому. Либо вы можете поиграть в какую-то интересную стратегическую игру. Шахматы, пейнтбол, все что угодно. И самое главное, не нужно относиться к этому по привычке, по принципу, будь что будет, будь как будет. Постарайтесь принять самое активное и живое участие в том, каким будет результат. Еще раз поздравляю вас с замечательным праздником. И желаю вам мира внутри, в душе и вокруг вас. Субтитры сделал DimaTorzok